Дорогие друзья, наступает самое удивительное время в году, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно мгновение. И остаются всего лишь секунды, чтобы оценить то, что сделано, подумать о том, что предстоит. Это время согревает и радует сердца, объединяет нас в самых лучших чувствах и ожиданиях. Традиционно, семьями, вместе с родными, близкими, друзьями, вы собрались за праздничным столом. Конечно же, самое счастливое среди нас – наши дети. У школьников долгожданные каникулы. И моя просьба к вам, ребята, не забывайте, что у вас есть родители, бабушки, дедушки. Пригласите их на культурные, спортивные мероприятия, но просто проведите время вместе. Этим вы подарите им немало счастливых минут. Вместе с нами в это праздничное время – наше будущее, молодежь. То, какое мы увидим Беларусь завтра, зависит от каждого из вас. Это вы должны сохранить и приумножить созданное. Сегодня стране особенно нужны ваш интеллект и энергия. Помните, никто никогда и нигде не будет любить и беречь вас так, как дома. Но особую теплоту своих слов я направляю вам, труженикам полей и заводов, нашей интеллигенции, защитникам Отечества, старшему поколению и старикам. Всем, кто создал на благодатной белорусской земле первое суверенное и независимое государство, продолжает творить его настоящее. Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости. И именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей. Он стал первым в трилогии «Малой Родины». Напомнил, где те родники, питающие нас силой и энергией, вернул к истокам. Туда, где по-особому бьется сердце, где вспоминается самое сокровенное. Мы объединились в стремлении сделать каждый уголок Беларуси не просто красивым, а образцовым. И в наступающем году нам предстоит сделать все, чтобы страна утопала в зелени и цветах, вдохновляла на творчество и созидание, чтобы нам всегда хотелось вернуться домой. Я не могу обойти вниманием тех, кто сейчас на посту. Хранителей наших жизней, людей, обеспечивающих военную и экономическую безопасность Беларуси. Огромное вам спасибо за службу и преданность делу. Уходит 2018 год. Для каждого из нас он сложился по-разному. Мы теряли родных и близких, обретали новых друзей, рожали и растили детей. Все как обычно в жизни. Но главное, мы сохранили мирное небо для беларусов. И в глазах наших детей нет страха и безысходности от войны. Давайте все вместе беречь эту величайшую ценность. В уходящее мгновение старого года мы всматриваемся в очертания нового 2019 года. Это год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Это год 25-летия основного закона Беларуси. Это год вторых европейских игр. Это будет год тяжелого труда, побед и поражений. Вместе мы способны творить невозможное. Мы обязательно преодолеем преграды и обеспечим будущее нашей Родины. Дорогие беларусы, гости нашей страны, Счастья и добра вам, вашим близким, вашим детям. Пусть наша родная Беларусь красивая своими природными богатствами, величественная своим высокодуховным и культурным наследием, Наследием, сильное своим мудрым, добрым, трудолюбивым народом, Всегда процветает, живет в мире и согласии. С Новым годом, дорогие друзья! С Новым годом, дорогие друзья!